Какие признаки засорения кишечника? Как рекомендует очищать его доктор Неумывакин? Кому нельзя применять этот метод? Смотрите видео до конца, расскажем о методике очищения кишечника по Неумывакину. Кишечник и почки являются основными органами, осуществляющими выведение из организма шлаков и токсинов. Кроме того, частично заняты в очищающих мероприятиях легкие и кожа. Однако основная нагрузка все же лежит на кишечнике, ведь именно в желудочно-кишечном тракте происходит расщепление пищи и формирование из ее остатков содержимого кишечника, которое должно выйти наружу. Печень – главная лаборатория организма, выводит через желчь токсины. В очищение организма вносят свою лепту и резидентные бактерии, населяющие толстую кишку. Кишечник имеет большую протяженность, на стенках могут задерживаться частицы шлаков, этому способствует вялая перистальтика и склонность к запорам. При нарушении эвакуации содержимого толстой кишки развивается интоксикация, поскольку планируемое на выведение токсины поступают обратно в кровь и разносятся по всему организму. Какие признаки засорения кишечника? При наличии недостаточной активности в выведении шлаков через кишечник развиваются такие симптомы. Неустойчивый и нерегулярный стул, выделение кишечного содержимого маленькими порциями, спазмы кишечника, боли в животе, повышенное газообразование и вздутие живота, тяжесть в животе, нарушение тургора кожи, высыпание на лице, неприятный запах изо рта, ломкость волос и склонность к повышенному их выпадению, постоянная слабость, быстрая утомляемость, частые головные боли, плохой сон и сниженный аппетит, склонность к аллергическим реакциям, ухудшение памяти, повышенная раздражительность. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал. Хотим, чтобы вы узнавали больше простых вещей, способных поддержать ваше здоровье. Как рекомендует очищать кишечник доктор Неумывакин? Профессор Неумывакин Иван Павлович разработал методику очищения кишечника, позволяющую провести желудочно-кишечный тракт в порядок и освободить организм от токсинов. При интенсивном очищении кишечника происходит соответственное очищение всего тела, повышается возможность удаления ядовитых продуктов метаболизма, улучшается фильтрационная способность печени. Иван Павлович рекомендует чистить кишечник при помощи клизм, которые делать на основе свекольного отвара. Для приготовления его следует натереть на крупной терке 400 г корнеплода. Залить его 750 мл воды и прокипятить в течение 15 минут, потом укутать на 30 минут. Настой процедить, долить водой до литра и использовать для постановки клизмы. Клизмы следует ставить утром, первые 7 дней ежедневно, вторые 7 дней через день, на третьей неделе поставить 3 раза. В течение последней семидневки 2 раза. В период проведения очищающих кишечник процедур следует придерживаться вегетарианской диеты, пить много простой воды. Напишите в комментариях, как вы относитесь к такому методу очищения кишечника? Кому нельзя его применять? Такой метод проведения очищения кишечника не подходит тем, у кого имеется непереносимость свеклы, в случае обострения геморроя или трещины прямой кишки, при кишечном кровотечении, когда имеется нестабильное артериальное давление и часто беспокоит боли в сердце. Следить за состоянием и правильной работой кишечника необходимо, чтобы вовремя принять меры. При застойных явлениях создаются условия для развития хронического воспаления, появления полипов и опухолей, формирования дисбактериоза. Вовремя очищенный кишечник – залог здоровья всего организма, хорошего самочувствия, сильного иммунитета, стабильной гемодинамики.